Всем привет, с вами Илюша и сегодня мы продолжаем играть в нашу любимую игрушку под названием Fit and Grow Fish. Дружище, у тебя есть 3 секунды, чтобы поставить лайк, если ты не хочешь идти в школу. Считаю. Раз, два, три. Если ты успел поставить лайк, значит ты большой везунчик и учебный год у тебя пройдет просто на ура. Скелет это куча костей, которые связаны между собой. Обычно кости древних рыб валяются на дне океана. Но иногда случается что-то странное и кости оживают. Ой, блин, ну что же это такое? Я уже плавал около сотни лет в скелете пираньи и никак не могу обрести покой. Что мне надо сделать, чтобы я все-таки его обрел? Почему я навеки закован в этом скелете? Я очень долго искал загвоздку и все-таки я думаю, я ее сейчас найду. Я приплыл к светилищу и сейчас я буду у него спрашивать вопросы. Почему со мной такое случилось и как мне от этого избавиться? Так, фух, вот оно, светилище. Надеюсь, мне поможет. Кто ты такой? Зачем сюда пожаловал? Я человек, которого заковали в скелет пираньи. Зачем ты сюда пришел? Я пришел для того, чтобы узнать, что мне надо сделать, чтобы обрести покой. Мне уже надоело сотнями, а то и тысячами лет плавать в этом скелете пираньи. Тебе надо победить зло, которое здесь обитает. Ступай. Хорошо, ладно. Во, а почему меня так выпуливают? Вот это да! Блин, фига себе светилище как сразу же резко от меня избавилось. Блин, что же это вообще могло значить? Как же мне побороть это самое главное зло и где же оно вообще находится? Ладно, сейчас буду разбираться. Надо все-таки понять, что же тут у нас имеется за зло. Что у нас в океане самое злобное может быть? В принципе, можно подумать, кого я больше всего тут не люблю и кого считаю злым. Конечно, в принципе, всех рыбешек, которые меня пытаются лопать, но из них есть те, которые очень и очень сильны и всех лопают. Точно! Это же мегалодон! Как раз-таки он зло воплоти, потому что он кушает всех подряд, причем. Он самый сильный и самый злой. Поэтому я думаю, мне надо разобраться с ним, и в итоге я наконец-таки обрету покой. Точно, все, отлично! Теперь мне осталось только расти. Конечно, придется очень много и много стараться. И как же мне тогда все-таки по-быстрому, ну, как-то взять и стать большим, чтобы я смог победить мегалодон? А их даже тут два! Точно! Вот это зло! Как раз-таки они тут держат весь океан и всех лопают. Вот только что мегалодон слопал невинного мозазавра. Но зачем он это делает, я до сих пор не понимаю. Эх, ладно. Пойду тогда искать каких-нибудь более-менее безобидных рыб, либо же, наоборот, буду наказывать тех, которые тоже, по сути, причиняют мне зло. Да, я лучше буду делать так. Зачем я буду расправляться с теми рыбами, которые мне ничего не сделали? Так, я думаю, первая рыба будет, это, скорее всего, китовая акула. Потому что именно она меня всегда проглатывала. Причем просто так. Я плыву, я такой маленький, никого не трогаю, а она просто берет и проглатывает меня. И я все, в итоге переварился. Ну, хорошо, что я скелет, она и так меня не сможет переварить. И в итоге я через ее другой проход все-таки вывалился. Так, ну, блин, что-то ее тут нигде нету. Скорее всего, она спряталась. Но я думаю, потом я ее обязательно найду. С кем я тогда должен еще саразиться? Я думаю, наверное, с какими-нибудь акулами, которые у нас находятся на развальных. Потом мне надо будет идти все-таки на вот этого кита-кошалота. Потому что он тоже очень много издевается над косатками, белухами и еще другими обитателями холодных вод. Ну, а самая основная цель, это, естественно, мегалодоны. Мазазавра трогать не буду, потому что он особо-то никому вреда не причиняет. А вот эти товарищи, они очень и очень даже злобные. Поэтому с ними надо расправляться. Так, ну что же, я тем самым временем уже практически подплыл к нашим развальным. И сейчас посмотрю, где же там какие-нибудь, да, акулы находятся. И как же все-таки с ними мне надо будет сражаться. Вот эти дурацкие акулы, которые причинают всем зло. Наверное, я все-таки начну вот с этой акулы, которая акула-молот. Потому что она не такая сильная, и я сейчас тоже не такая сильная. Но если я ее смогу выиграть, я, естественно, полопаю ее мясо и сделаюсь побольше. И это значит то, что у меня будет больше сил и больше шансов потом расправиться с тигровой акулой. А дальше я пойду уже на более серьезных противников и попробую, естественно, с ними сразиться. Так, ну что, акулу-молот, получай, получай. Наверное, ты не ожидала, да, то, что все-таки тебе дадут отпор, наконец-таки. Так, все-все-все-все-все, отлично. Наконец-таки я ее победил. Все, хорошо. Осталось ее тогда сейчас разделать и, естественно, съесть вот это мяско, которое с нее выпало. Так, отлично. Давай сейчас еще вот это разделаю. Хорошо, костяшечку слопаю. О, отлично. С нее как раз-таки выпадают кости. Мне сейчас кости только на плюс, потому что они будут делать прочнее мой скелет. Но теперь я более-менее подрос, кость мне прижилась. И теперь надо нападать уже на эту тигровую акулу. Ага, она, кстати, не прочь со мной пофайтиться. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. А у нее, конечно, может быть и урон больше, чем мой, но у меня скоростнее атака, поэтому этой акуле точно уже конец. И в итоге, да, какой же с нее большой кусок выпал. Вот тут сразу же три кости, отличненько. Мне, конечно, на мясо все равно, но все равно как-то, ну, у меня не переваривается, да. Но зато косточки, они очень-очень полезные для меня. И теперь надо все-таки пойти уже нападать на какую-то более серьезную рыбу, потому что я хочу как можно скорее выполнить задание, которое мне дало светилище, и в итоге, наконец-таки, обрести покой. Ух, я себя отлично чувствую. Теперь у меня больше скелет стал. Да и я чувствую себя реально поувереннее. Я думаю, я теперь смогу справиться с китом-кошелотом, на которого все-таки я иду. Конечно, надо будет немножечко применить смекалку, потому что все-таки он, наверное, больше меня в раза четыре. Но, а я просто смекалистее буду, и в итоге попробую на него напасть как-нибудь по-хитрому, чтобы он меня даже не смог ни одного раза укусить. Потому что я думаю, если он меня укусит, то весь мой скелет, он просто тупо на разные части сломается, и в итоге от меня ничего не останется. Фух, ну сейчас момент истины. Я сейчас должен сразиться с китом-кошелотом и, естественно, победить. Потому что, если я не смогу выиграть, то мне вообще капец, и я никак не смогу выполнить свою цель, которая мне дала светилище. И что же, вот я уже вижу моего противника, моего кита-кошелота. Сейчас я попробую как-нибудь его зайти, особенно вот сбоку, наверное, да? Или буду в хвостик его кусать так, чтобы он все время поворачивался, но никак не мог меня укусить, и тогда я точно смогу его победить. Главное, чтобы он меня не заметил. И вот я сейчас имею отличную позицию для того, чтобы нападать на моего противника кита-кошелота. Так, неужели ты меня заметил? Хей, кит, ты что, хочешь со мной по-настоящему сразиться, что ли, да? Так, ладно, сейчас надо попробовать как-то на него нормально так аккуратненько напасть. Так-так-так-так-так, я быстренько стараюсь его зайти. Захожу, захожу, захожу. Ну, давай-давай, быстрее-быстрее, я должен успеть. И есть. В принципе, вот так зашел, в принципе, он меня даже, наверное, не атакует. Вот, получай, получай, получай. Вот это да, ничего себе у меня скорость, офигеть. Вот это жесть. На меня не зашла какая-то сила, и я стал очень и очень быстро есть, атаковать. Это была будто какая-то ярость. В смысле, откуда тут появился еще один кит-кошелот? Видимо, их тут вообще по двое. Что мегалодонов, что китов-кошелотов. На, получай, получай. Я реально стал очень сильным, я это чувствую. Но, видимо, мне святилище подбрасывает больше испытаний, и появился еще один кит-кошелот. За что мне такие испытания, святилище? Фух, вроде бы перестали появляться эти киты-кошелоты. Пойду-ка я уже, наконец-таки, направляться к нашему мегалодону. Потому что я сейчас думаю, что я с ним вполне смогу справиться, и у меня есть, естественно, желание и небольшие суперсилы, которые я получил буквально совсем недавно. Ой, бррррррр, наконец-таки я выпал с тех вод, потому что в них я промерз до каждой косточки. Все у меня косточки сейчас замерзшие, я даже еле-еле двигаюсь. Но зато я уже чувствую, как я потихонечку добираюсь до моей цели. До мегалодона. Вот уже теплые воды как раз-таки здесь начинаются. Тут плавает вот такой бедняжка Плоригнатодон. Но я на него нападать не буду, потому что я знаю то, что Мегалодон над ним всегда издевается. Но ему просто не везёт, поэтому я не буду на него нападать. Я лучше сейчас буду искать свою цель. Точнее, даже две цели. Два Мегалодона. Их тут было как раз-таки двое. И вот они появились. Блин, ничего себе. Они на самом деле кажутся очень-очень даже сильными. Это что это? Он сейчас будет есть невинного Нарвала? А ну стой! Стоять! Блин! Капец, он разорвал её в клочья. На, получай, получай. Почему я не успел раньше? На, получай. Фух, а тут ещё больше Мегалодонов. Теперь тут их опять две штуки появилось, хотя я только что справился с одним. Прогнатодон, что ты хочешь сделать? Ты хочешь на меня напасть? Да, у меня ещё и Прогнатодон ест. За что ты-то? Парень, я думал, ты добрый. А в итоге оказалось всё по-другому. Ещё два Мегалодона на меня нападают. Вот это битва. Ладно, я смогу. Я должен выполнить свою цель. Так, получай. Есть, всё, отлично. Минус ещё один Мегалодон. И последний финальный Мегалодон. На, 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 получай. Есть, отлично. Фух, всё, я справился с последним финальным Мегалодоном. И теперь я уже должен направиться к светилищу. И сказать то, что я сделал. Я избавился от зла в океане. Надо всё-таки к нему уже побыстрее подойти. Вот как раз-таки оно здесь. Точно, ничего себе, как я вырос. Я теперь даже в него не помещусь, наверное, да? Ну-ка, надо всё-таки это проверить. Так, вот оно, светилище. Вот оно, родное. Фух, всё, я вхожу в него. Ты выполнил своё предназначение. Теперь ты свободен. В итоге в океане воцарило добро. Каждый дружил с друг другом в мире и никого не обижал. Ну а что случилось с нашим другом? Он, наконец-таки, обрёл покой и смотрит прямо на нас с неба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова